Оригинал устава предоставлен не в полном объеме. Не хватает 6 из 31 дополнений. Вячеслав Юрьевич, ну какой-то футбол получается. Я позвоню секретарю, она говорит, что Алексей Александрович занят на совещании. Она ничего пояснить не может, дает ваш телефон, говорит, обращайтесь к исполнительному. Следующий шаг по логике, по закону, идет это заявление о совершенном преступлении. Это и есть ваша работа, отвечать на вопросы журналиста. Я представитель общественности, вы на кого работаете? Вы что, сказываетесь, общаться? Смотрите, Вячеслав Юрьевич, я как представитель общественности вас предупредил. По-человечески. Ну раз не хотите разговаривать, ловите заявление в прокуратуру о совершенном преступлении в соответствии со статьей 141 УПК РФ. 42 нарушения. Это как минимум, потому что чуть позже я еще несколько нашел. Таким образом, в действиях Жердева, Целинского и Коренкова присутствуют признаки совершенных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 144 УК РФ. Это воспрепятственные незаконные деятельности с использованием служебного положения. 285 злоупотребления должностными полномочиями. 286 превышения должностных полномочий. 292 служебный подлог. И 293 халатность. Требую организовать проведение проверки. Всем привет! Продолжаем сериал по розыску устава города Сургут. Напомним, нам удалось получить три варианта устава. Это устав сайта администрации в электронном виде. Якобы заверенная копия в письменном виде, хотя по сути это является распечаткой того варианта, который размещен в интернете. И нам предоставили якобы оригинал устава, который как оказалось прошит, но печати Миньюста нету на нем с обратной стороны. Ни в каком виде, ни штемпеля, ни гербовой печати Миньюста. Обратите внимание, дата прошивания тоже не указана. Скорее всего этот устав перепрошивался. Также нам не показали 6 дополнений, которые указаны в интернет-версии. А в оригинале нам их не предоставили. Всего должно быть 301 дополнения, нам показали только 25. 11 из них заверены ненадлежащим образом, обменюсь. То есть, либо на обратной стороне отсутствует печать, либо на главной странице. Либо печать не залазит на бумажку, которую приклеивают на нитки. Мы это все выяснили вчера. Сегодня я позвонил в администрацию и пообщался с исполнителем предоставленного ответа и с секретарем заместителя главы города Жердива Алексея Александровича. Слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Мне нужен Вячеслав Юрьевич. Это я. Антон Николаевич Болгарху беспокоит. Здравствуйте. Я вам звоню к журналисту, заместитель главного редактора СМИ в Камчатке-регион. Вы помните, мы неделю назад знакомились якобы с оригиналом устава? Так вот, я по фотографиям выяснил, что вы нам не предоставили шесть дополнений. Они у вас вообще имеются? Они хранятся не у нас, поэтому я не готов ответить вам на этот вопрос. А где не у меня? Телефон в письме, который я вам предоставил заместитель главы. Там нет телефона, назовите, пожалуйста. Нет, он у вас, который с информацией по договориться о времени посещения в письме вам. У меня сейчас ответ не под рукой, назовите, пожалуйста, телефон. Вообще, кто у вас отвечает за актуальность самого устава? Выносится изменение по... Подготавливают изменения. Есть уставная комиссия, куда входят в состав представителей администрации города и Думы города. Подготавливаются предложения, они рассматриваются, подготавливают проект. Нет, ну вот эта вот печать от Миньюстов, кто за ней ответственен? Кто в Миньюст отправлен? Миньюст. Нет, ну это Миньюстов это реально, а с вашей стороны кто направляет? За подписью главы города направляется туда на регистрацию. Ну а кто за этой печать? Кто за ней ответственен письмом? Потому что печать Миньюстов не на всех дополнениях стоит. У меня в связи с этим вопросом. Как так получается, что печать Миньюстов даже на обратной стороне, на некоторых дополнениях, она вообще отсутствует? Как приемная, запишите. 52-20-87. 52-20. 87. Это приемная заместитель из главы. И там, я думаю, вам пояснят. То есть, вы ничего пояснить не можете, да? У меня это не хранится. Что я могу вас сейчас пояснить? Ну а... И в моих полномочиях, они не этих. Насколько я помню, Кулачков, да? Или как фамилия? Вот начальник отдела, с которым мы развивались. Это я вам дал приемную заместителя главы, Алексея Александровича Жерденко. Я понимаю, это у них уже оригинал устава хранится? Ну, по крайней мере, помощник его вот эти документы подбирал. Ага. Хорошо. Сейчас я вас позову. Благодарю. Приемная, да. Здравствуйте. Я бы хотел поговорить с Жердевым. На данный момент Алексей Александрович находится на комиссии. А кто мне может подсказать по поводу устава города Фургут? Какой вопрос вас интересует? Я журналист и заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион Антон Николаевич Булгак. Неделю назад мы просили предоставить заверенную надлежащим образом копию устава. И нам предоставили для сверения якобы оригинал устава, который прошит АБК, там и скотчей, бумажки, и отсутствует печать менюста на обратной стороне. И предоставили, по-моему, так, 31, 20, 25 из 31 дополнения. Вот меня интересуют где остальные дополнения, 6 штук. И почему на некоторых дополнениях не стоит печать менюста с обратной стороной. Если вам было направлено ответов, вы должны позвонить непосредственно исполнителям. Я только что позвонил исполнителю, Вячеславу Юрьевичу. Он дал ваш телефон и сказал, что вы можете пояснить. Ну, приемная. Я секретарь приемной Алексея Евгеньевича. Я пояснений не могу дать. Так, а кто может дать? Те, кто вам направляли ответ. А кто вас за устав вообще отвечает? Ну, вам дали письменный ответ. Там, наверное, вся информация есть. Я не... Письменный ответ подписал Алексей Александрович Жердев. Вот я ему и звоню. Вот. То есть вас интересует именно вопрос, почему нет каких-то документов или в чем, что вам именно нужно? Оригинал устава предоставлен не в полном объеме. Не хватает 6 из 31 дополнений. Не хватает 6. Да. Вот мне интересует видение и... А я передам эту информацию. Ваш номер телефона подскажите. 667744. Хорошо, то данную информацию я записала. Девушка, и я вас сразу предупреждаю серьезности вопроса, потому что если в течение, я не знаю, на этой неделе информация не выяснится, то будет написано заявление о совершенном преступлении, о наличии признаков совершенного преступления, согласно статей 144 УК РФ, воспрепятивание законной деятельности журналиста. Плюс еще 5.59, это КАП РФ, нарушение рассмотрения порядка, порядка осмотрения обращения граждан. Ну, меня с татьями не пугать, я тоже знаю. Я не пугаю, вы что? Законные требования не являются угрозой, вы что? Отчините. Ну, разговаривайте, пожалуйста, корректно. Все, корректно разговаривайте, все по закону. В общем, информацию я записала, передам с вами, сажится. Благодарствую, Жузонка. До свидания. Вячеслав Юрьевич. Да. Ну, какой-то футбол получается. Я подзвоню секретарю, она говорит, Алексей Александрович занят на совещании, она ничего пояснить не может, дает ваш телефон, говорит, обращайтесь к исполнителю. Ну, я даже не знаю, как в данном случае. Пишите запрос. Ну, смысл... Будем с этими усилиями. Мысл писать один и тот же запрос, если я уже написал. Я требовал предоставить оригинал для сличения. Мне предоставили неполностью, неполный оригинал. Без жизни. Для этого вопроса в запросе изложите, что необходимо. Я уже изложил, я вам еще раз поясняю. Мне предоставлена неполная информация. Следующий шаг по логике, по закону. Идет это заявление о совершенном преступлении. Что в действиях Жердева, заместителя главы города, присутствуют признаки совершенного преступления. По статье 144 УК РФ. Воспрепятствование законной деятельности журналистов. Плюс статья 559 КАП РФ. Нарушение порядка рассмотрения обращений грязных. Я просто заранее предоставил. Я не хочу никого там, это, бузу какой-то катить, лишнее заявление писать. Мне просто нужна информация. Как журналисту, как представителю общественности? На вот поставленный сейчас вопрос, я не готов дать ответ. Ну а кто готов? У меня в столе эти документы не лежат. Ну понятно, а где они? Я вам предлагаю тот вариант, который наиболее оптимален. Например? Изложите то, что у вас не достает, по вашему мнению. Будем поднимать, смотреть. Ну а что раньше не подняли? Почему у вас уставка как-то в разных местах находится? Одни дополнения дали, другие нет. Печати отсутствует на уставе министра с тыльной стороны. Это что значит, эти дополнения перешивались к вами, или как? Я ответил на ваш вопрос. Нет. Подготовьте, пожалуйста, обращение. Мы на него отвечим. Вячеслав Юрьевич, я не вижу смысла подготавливать новые запросы. Извините, я не могу с вами долго общаться по телефону. Почему не можете? У вас рабочее время. У меня есть работа. Вот, а это и есть ваша работа, отвечать на вопросы журналиста. Я представитель общественности. Вы на кого работаете? Ну что, отказываетесь общаться? Я вам пояснил. Ну вы как-то свои личные интересы, мне кажется, пояснили. Вы же сейчас на работе, правильно? Да. Ваша работа заключается в чем? Обязанности. Да? Спасибо большое. Если у вас еще остались вопросы, задавайте, пожалуйста, истинно видимо обязательно. Смотрите, Вячеслав Юрьевич, я как представитель общественности вас предупредил. По-человечески. Я жду от вас звонка, комментариев, и если не будет информации предоставлено, просто будет заявление. Я не уполномочен, если отвечать на вопросы в том, что... Дайте телефон того, кто уполномочен. Не могу ли вам сейчас конкретно дать телефон того, кто будет с вами сейчас общаться? Ну тогда выясните этот вопрос и перезвоните мне. Телефон мой знаете? Мы общаемся в формате обращений, которые предусмотрены в федеральном законе. Вот, я вам и говорю, что закон 59 ФЗ предусматривает устное обращение. Статья 4, пункт 1. В моей полномочении входит устное обращение, рассмотрение. Как это не будет? Вы же то, что назвали федеральный закон. Вот я вам называю федеральный закон 59 ФЗ, статья 4, пункт 1. Условение устных обращений в моей должностной обязанности не входит. По существу поставленного вопроса в обращении, мы вам подготовим совместно. Если это потребуется, ответ, и вы его получите. Установленный законом. Я так понял, вы занимаетесь вычленением того, что вам выгодно из федерального закона. Я вам в первом ответе изложил все, что предусмотрено законом, все источники, все способы получения этой информации. Дополнительно, если вас еще что-то интересует, из тех поставленных там вопросов, будут дополнительно вам пояснять. Так вы, в том-то и дело, что по факту вы не предоставили полные варианты оригинала устава. Извините, пожалуйста, я не могу так долго общаться по телефону. Почему? Спасибо большое. До свидания. Ну, вы сами слышали все. Ну, раз не хотите разговаривать, ловите заявление в прокуратуру о совершенном преступлении в соответствии со статьей 141 УПК РФ. Так, тут я описываю ситуацию, что направил, получил ответ, писал, что не согласен, меня не устраивает копия. Якобы копия устав не снят с оригинала на бумажном носителе методом ксерокопирования. Нет росписи ответственного лица, на первой странице стоит ксерокопия росписи черного цвета, якобы Шувалова, с нарушением статьи ГК РФ 19. Так, далее нас ознакомили якобы оригиналом устава. Согласно интернет-версии, должно быть, вот тут по списку их 301 дополнение. Желтым те, которые отсутствовали, нам не показали их вообще. Зеленым то, что нам удалось сфотографировать. Вот этих номеров дополнений нет. Где они, неизвестно, никто не знает. И далее описываю, какие нарушения выявлены. Все эти документы и видео я размещу на странице Сургутнадзор. Можете потом ознакомиться и почитать. Соответственно, мы тут выявили только по оригиналу якобы устава 42 нарушения. Это как минимум, потому что чуть позже я еще несколько нашел. Таким образом, в действиях Жердева, Целинского и Коренкова присутствуют признаки совершенных преступлений, предусмотренных частью 2 в статье 144 УК РФ. Это воспрепятствия незаконной деятельности с использованием служебного положения. 285 – злоупотребление должностными полномочиями, 286 – превышение должностных полномочий, 292 – служебный подлог и 293 – халатность. Требую организовать проведение проверки с изучением всех доказательств и в том числе видео предыдущих. Вот все указал. Роспись, печать от имени СМИ. То же самое в отношении Жерднева по статье 559 КАП РФ. Это нарушение порядка просмотрения обращений. Тоже со всеми приложениями. Вот тут я приложил, что отсутствует печать Минюста и штемпель гербовой круглой печати. Здесь, по идее, на каждом штемпеле должна быть тоже круглая печать, удостоверяющая вот эту роспись. Вот как здесь. Здесь стоят, а здесь почему-то нет. Здесь тоже стоит. Здесь нет герба в печати. Здесь герба печать есть, но она не залазит на бумажку. Это, возможно, перепрошивали вот это дополнение. На главной странице нету круглой печати гербовой. В комментариях к предыдущему видео мне сообщили, что народ в Домодедово истребовал еще один вариант устава из Федеральной налоговой службы. Видео называется «Устав администрации города. Можно запросить налоговый». YouTube-канал Клава Белова. Вот она получила устав городского округа Домодедова Московской области. В принципе, мы можем то же самое заказать в налоговой городе Сургут на администрацию города Сургут. Обратите внимание, штемпель Минюста обязательно заверяется роспись круглой гербовой печати. А круглая печать, заверяющая роспись главы Домодедовского района, обязательно с гербом. Еще раз смотрим тыльную сторону якобы оригинала, который нам предоставили устава города Сургут. Здесь мы видим, что нет ни штемпеля от Минюста, ни гербовой печати от Минюста. Нитки использованы черные вместо белых, одинарные. Дата прошивания не стоит. Ну, я пришел к выводу, что устава города Сургут, имеющего юридическую силу, просто не существует. Тогда на каком основании вот эти все структуры работают вообще, если устава нету заверенного надлежащим образом? Все вот эти департаменты, комитеты, управление, глава города, службы, отдел ЗАГСа, управление по труду, отдел инвестиций, замы вот эти вот все. На каком основании вы все работаете, если устава не существует? Вопрос остается открытый. Следите за новостями. Всем благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok